Вопрос о русском мире стал особенно актуален. Этот русский мир трактуется очень по-разному. И я сказал этот, потому что для меня есть великое наследие и современное развитие российской многонациональной культуры, и есть некий термин «русский мир». Первое, для меня очень дорого, я в этом живу, и в другом культурном пространстве, как в родном, я быть не могу, хотя стараюсь быть максимально включенным в интернациональный процесс. О втором, о русском мире, несколько ремарк. В большинстве случаев эту идею развивают сторонники консервативной идейно-политической линии. Во многих случаях это православная ортодоксия, в более или менее радикальном выражении монархизм, ну и другие формы, связанные с этим, политических и идеологических воззрений. Они в 21 веке приобретают специфическую форму, уходят в глубокую философию, стараются не акцентировать то, что российская монархия была сословной, что базировалась на крепостничестве и его сохранении в новых формах после отмены крепостного права и прочее. Вот это умалчивается, говорится лишь о культурном потенциале. Этот культурный потенциал действительно велик, но его не надо путать с политико-идеологическими чертами Российской империи. Что касается российской цивилизации и ее специфики, безусловно, каждые народы в своем историческом развитии обретают определенную культурную специфику. В прошлом она в значительной, даже в определяющей степени, диктовалась с одной стороны общественным устройством, с другой стороны господствующей религией. Ну, это тоже часть общественного устройства. В России это общественное устройство было общинным и одновременно феодальным. В последние столетия это была централизованная, абсолютная монархия, позднефеодальная монархия с очень жестоким крепостническим строем. Соответственно, традиции, специфические черты и прочей российской культуры формировались, с одной стороны, общинным коллективизмом, основанным на традициях и консерватизме, воспроизводстве одних и тех же традиций. И коллективистский потенциал общины действительно принципиально важен, и его наследие, его развитие, критическое развитие, возможно и необходимо, об этом много думали все, включая марксистов и анархистов, исследования, неотправленные письма Маркса Верия Засулич, работы Бакунина, Кропоткина, последующие работы Ленина на эту тему, да и практически всех мыслителей советской поры, кто обращался к вопросу о коллективизме и общении. Но это не надо путать с тем, что этот коллективизм был внешне принудительным, основанным на традиции, с одной стороны, крепостническом, монархическом, феодальном угнетении, с другой стороны. Это очень важная ремарка. Что касается православия, любая религия – это вздох души бездушной твари, это опиум народа, причем опиум народа не в смысле наркотика, а в смысле, скорее, лекарства, потому что опиум XIX века – это, прежде всего, лекарственное средство, которое давали, чтобы операции были не столь мучительны, давали умирающим людям, чтобы их муки в конце жизни были не столь ужасны. Вот эта часть религии, утешение, несла и гуманистический потенциал. Плюс религиозную форму обретали этические модели поведения, этические правила, и многие из них действительно абсолютно обусловлены реальной практикой жизни, отнюдь не привнесены к каким-либо божествам или его проповедникам. Вот эта часть любой религии, безусловно, важна. Религии редко в каких случаях, и то, как правило, уже в толкованиях, проповедуют алчность, стяжательство, корыстолюбие, эгоизм и так далее. Вот что делает церковь любой конфессии на практике, это уже совершенно другой вопрос. Очень часто сегодня, суммируя, русский мир понимают как все лучшее, что было в нашей стране. Идеализированная община с ее духом коллективизма, из религии берется соборность, и убирается все то мракобесие, которое было характерно для российского религиозного угнетения, причем практически во всех конфессиях. Из монархии берется сильное государство, и действительно героическое в ряде случаев, а в ряде случаев и агрессивная армия. Я говорю о подавлении восстания в Польше, и многое другое. Вот эта идеализация переплетается с идеями социализма, с патерналистской моделью, бюрократической моделью развития коммунистических тенденций в СССР, особенно в сталинский период. И строится некий конструкт, в котором очень позитивные начала, коллективизм, снятие погони за деньгами в качестве высшей ценности, но, кстати, не частная собственность, некие ценности общего, как доминирующие по отношению к частным, но не свободное развитие человека в свободной ассоциации. Почувствуйте разницу, что называется. Вот это все соединяется с желанием человека, задавленного угнетением, не участвовать в реальной борьбе за свое освобождение, освобождение своих близких и дальних. Вот это надежда на доброго царя, желание получить в той или другой форме подачку благоденствия и защиту от государства, которое пусть за это отнимает мою возможность быть социальным творцом, творцом истории, вообще личностью. Вот это очень часто реально выставляется как... Точнее, не выставляется, выставляются как раз очень хорошие и правильные лозунги, а реально является подноготной, скрываемой теневой основой идеи русского мира. Поэтому я критично отношусь к этой идее, хотя очень позитивно отношусь к наследованию, критическому, творческому наследию, развитию всего богатства русской культуры, патриотических великих деяний наших предков и так далее. Редактор субтитров А.Семкин